Время решать Добрый вечер. Игорь Прекуп, заштатный клирик Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. И Сергей Метлев, член Свободной Партии. Сергей, ну, вам первый вопрос, как, полагаю, самому молодому участнику дискуссии, по крайней мере, здесь Сергей Экспертов. Сергей Метлев, вы участвовали тогда в тех событиях 10-летней давности? Я не участвовал в тех событиях непосредственно, но я лично помню обстановку в школе, в которой я учился. Это была русская эстонская школа? Это была русская школа, обыкновенная школа в Таллине, в Мустаме. Наутро после первой ночи распространялись листовки в нашем классе, где было написано, приходите в этот вечер сюда и сюда, будут брендораспортеры, бактерии молотовые и так далее. Вы не пришли? Разумеется, я не пришел. Почему? Тогда я понял, что эта дискуссия в обществе абсолютно зашла в тупик. То есть дальше невозможно продолжать обсуждать этот вопрос, что-то будет происходить еще. И отношения моих одноклассников, я тоже отлично помню, они были готовы, я не знаю, там, воображали себе, что нужно кровь теперь проливать. Это ужасно, это просто ужасно, невыносимо было находиться в этой среде. Вы сказали, что будет что-то происходить еще, а что-то происходило в итоге еще после этих событий? Была вторая ночь, но в конце концов мы пришли к выводу такому, что в Эстонии любая тема, связанная с Второй мировой войной, если она подогрета массивно в СМИ, подогрета радикальными активистами в СМИ, становится абсолютно тупиковой. И, соответственно, я считаю, что мы до сих пор, на самом деле, не сделали четкие выводы из этой ситуации. Я прогнозирую, что эти события могут повториться, потому что это сейчас находится все под пепелом, тлеет постепенно, и вроде как об этом не говорят, но оно там есть. Дмитрий, но вас не буду спрашивать, были ли вы участником, потому что, думаю, все знают, что вы были участником тех событий. Вот то, что Сергей сейчас сказал, что это тлеет под пеплом. Как вы считаете, вот эту бронзовую ночь, те события, пора эту тему закрыть, убрать в архив и об этом не говорить, не думать? Ну, во-первых, насчет истории Второй мировой войны. Если это тупико, не надо ее обсуждать. В средствах массовой информации, политиками, и вся весь вопрос. Пусть историки занимаются этим вопросом, но вы еще сказали, что бронзовая ночь, это связано с историей. Бронзовая ночь связана с положением русского, русскоязычного населения в Эстонии. Подоплека, на самом деле, в этом. Это было выгодно говорить, что вот, столкнулись, непонимание, диалога нет. На самом деле, вы обратите внимание, что еще в 2002-2001 году ходило мало людей к памятнику. В советское время тоже не ходили. Это было официальное место, мемориальное, где торжества происходили. Да и парады в советское время редко проходили в Москве на Красной площади. И парады в советское время на Красной площади проходили очень редко. И что? Нет, я к тому, что этот народ стал собираться там. Вот за пять лет, где-то до бронзовой ночи, собираться и все больше и больше. Это живая человеческая река текла с утра до вечера. Это поле, усыпанное цветами. Это день победы. Почему? Потому что русский человек, рассчитывавший, что через 10 лет, по крайней мере, общество будет стать толерантным, будет равноправие межэтническое, оно разочаровалось, ничего этого не случилось. И поэтому люди-то приходили, что они хоть раз в году чувствовали себя не второсортными, как в обычной жизни в течение года. А здесь они чувствовали свое достоинство. Они понимали, что за ними, им есть чем гордиться, что они не какие-нибудь там это, заштатные исполнители чужой воли. Вот в общем, главная суть вот этой проявления активности людей. Дмитрий, а вы помните вопрос, который я вам задал? Вы можете на него ответить? Я спросил, стоит ли ворошить прошлое 10-летней давности? Да, чем закончил Митлев. Я считаю, что ворошить вообще, плохое слово, ворошить ничего не надо. Говорить об этом надо? Важно? Говорить об этом надо. Я предлагал все время, и до бронзовых ночей, предлагал круглые столы вплоть до ночных, если не было прайм-тайма или времени для этого телевидения. Нас называли уличными политиками. Это при том, что на высшем уровне у нас было юридическое обеспечение. У нас были юристы, которые анализировали законопроекты, связанные с устранением потом принятия и устраняем памятника. Переписка. У нас было так называемые мемориальные памятные письма, которые правительство обязано отвечать в течение 10 дней без отписки. Но мы получали все на отписке. Нас не хотели видеть, нас не хотели знать, но в итоге нас просто использовали. Хорошо, спасибо. Александр, вам как к адвокату обращусь. Где вы находились ровно 10 лет назад, 26 апреля 1997 года? Дома. Вы помните, какие эмоции вы переживали, когда все это произошло? Да, конечно. Вообще, если мы говорим сегодня о подведении итогов, то надо сказать, наверное, каждому из нас, как это отразилось и как это нами воспринято. Я, как юрист, прежде всего могу для себя отметил, что ровно 10 лет назад я понял, что в стране моего проживания можно просто взять и растоптать человеческую память, можно просто взять и не говорить о том, что это памятник русским, не русским, а просто забыть о том, что на полях Второй мировой Великий Отечественный, воин, воевали тысячи эстонцев, которые, я говорю, а тех, не тех, которые сидели в лесу и стреляли из-под тишка и грабили свои же магазины, я говорю, а тех, кто воевал за свободу, как они это воспринимали. И этот памятник их тоже был памятником. И когда принималось это решение, у них не спросили их мнение. И я бы сказал, просто сделали вид, что их не существует. Вот есть памятник, это русский памятник. А какой же он русский? Он никакой не русский. Для меня это 10 лет назад был период, когда я понял, что в государстве я живу, в котором 1, 2, 3 человека могут просто наступить и переступить через свою же Конституцию. В которой закреплены права на свободу собираться, обязанности государства обеспечить безопасность людей и многие другие нормы. Это все в течение суток-двух было перечеркнуто. И 10 лет подтвердило тому, что мы сделали глубокий шаг в политическом, экономическом, социальном развитии назад. То, о чем всегда политики говорили, нам надо вперед, нам надо интегрироваться, ассимилироваться. Кто как говорил. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что мы двигались медленно-медленно, но двигались вперед. Потом мы остановились и очень активными шагами пошли назад. Где мы сейчас находимся? Ну, далеко находимся от того места, которому хотелось бы, в общем-то, не присутствовать. К сожалению. Вы много очень таких ярких фраз произнесли. Мы обсудим это вскоре. Сейчас я предлагаю посмотреть, что отвечали жители Таллина на улице, вспоминая события 10-летней давности. Ну, в принципе, я не против, если бы и вы туда бронзу сюда принесли. Но не так, как в 5 часов утра, как эти самые, как воры. Это сделали. Тихоря, все знаете, как-то неприятное ощущение. Можно же было открыто, вот, когда 9 мая прошло праздник, да? Ну, пошли бы, поклонились, цветы положили. Потом сказали, ребята, ну, портит вид города. Может быть, было бы все нормально. Ну, тогда было недоумение. Сейчас уже, наверное, привыкли ходить туда, на то кладбище, к памятнику, потому что, в принципе, ничего не изменилось. Вы ходите каждый год, да? Да. А тогда недоумение почему? Ну, потому что события произошли очень неожиданно. Можно было бы это сделать и получше, и поспокойнее, без всякой суеты такой. Вот. Ну, конечно, погибший. Ну, и, в сущности, скажем, действие полиции не совсем было грамотно сформулировано. Можно было это все не допустить. А вы сами там были? Нет, к сожалению, не было. На работу тоже было тяжело добираться, потому что все-таки везде было опасно ходить. Была накалена очень ситуация. Между, как бы, двумя сторонами, я бы сказала. Нехорошо, конечно, поступили. Ну, и с одной стороны нехорошо, и с другой. Надо было вместе собраться и согласовать, как-то это дело. Ведь же там могилы, а там трамвай, автобус уходит по этим, по могилам. Все-таки это тоже, ну, некрасиво, понимаете. И вот так абсурдно, ничего, никого не предупредили, ничего, ночью собраться. Вот это самое, как будто вот унизить русских хотели, что ли. Ну, вот такое у меня чувство было. Ну, неприятно. Обида была, определенно. Ну, мы считали, что это неправильно. Ну, нам объяснили, что правильнее, чтобы мертвые были на кладбище. Поэтому, ну, пришлось согласиться. Мы не можем никак повлиять. Повторения не хотелось бы этих событий. Абсолютно не хотелось. И, на мой взгляд, сейчас русские живут эстонцами, ну, друг с другом уже, я думаю, ладят. Слава богу, этих нет теперь событий, и, надеюсь, больше таких не будет. Просто оказались в нужное время в неправильном месте. Наверное, вот так я бы это охарактеризовал. Ну, ошибки молодости я бы это назвал. Сейчас бы я туда не пошел бы, и мне бы это было неинтересно. Это история наша. У меня отец ушел в 41-м году на войну и вернулся в 44-м. Два ранения получил. Это история наша. И плевать на это, ну, никак нельзя. Отец Игорь, у меня будет теперь вопрос к вам. Вы были участником всех круглых столов, где как раз обсуждалось, что делать с бронзовым солдатом, до того, как его, естественно, перенесли. Ну, вот многие говорят, надо было договориться. Была ли возможность договориться? И что обсуждалось? Какие варианты рассматривались тогда? В том-то и дело, что круглый стол для того и был собран, чтобы договариваться. Все организации, все общественные союзы, все могли принимать в нем участие. Ну, реформисты и ИРЛ принципиально отказались от участия. Ими же и так все есть, что они будут обсуждать. Вот. А на... Всего там было восемь совещаний. Последнее было экстренным, вот, 26-го. И на первом заседании предложили всем высказать свою позицию, так кратенько. И определиться по трем предложениям. Демонтировать, без уточнения там сносить, и там культурно переносить. Вторая позиция – оставить все как есть, ничего не трогать. И третья – оставить на месте, но слегка изменить антураж. Так вот, во-первых, на что надо обратить внимание, большинство подавляющее были эстонские организации. И при таком раскладе все равно получилось только одна треть за демонтаж, а две трети, вот буквально по каждому вопросу по одной трети получилось, да? То есть две трети получилось за то, чтобы памятник оставить. Но разница только в том, оставлять как есть или там что-то изменять внешне. Но вопрос обсуждался переносить его на военное кладбище? Дело в том, что были в итоге на седьмом заседании уже было объявлено, что собираются две рабочие группы. Одна будет разрабатывать вопрос о переносе, другая – вопрос о том, чтобы оставить на месте. Каждая должна подготовить компетентно обоснование позиции и способы, как это осуществлять. Ну а дальше уже власть бы решала. Мы даже не знали, когда будет следующее заседание, и решили, что вот когда группы отработают, ну тогда вот и соберемся. Ну и тут бабах. Я уж, честно говоря, не помню. Заранее нас как-то оповестили немножко, или в тот же день. Ну, во всяком случае, вот палатка уже была натянута. Ну вот у меня вопрос ко всем вам. Сейчас мы видели опросы, народ говорил, что в принципе, может быть это потому, что уже 10 лет прошло, в принципе никто особо против переноса не был, все зависело от того, как бы это было сделано. Или все-таки большинство русскоязычных действительно были против переноса солдата? Только что было сказано, что большинство было против солдата. На кругом Сталин, я имею в виду сейчас вот наше общество, скажем так. Так я тогда добавлю. Есть социологические исследования, оно проведено в начале апреля 2007 года, и где четко показаны цифры расстановка сил. По Эстонии 47% эстонцев было за снос памятника. В Таллине эстонцы 38%. А если мы возьмем одну треть еще русскоязычного населения, которое более чем 90% было против сноса, тогда мы получим то же соотношение. Привязательно две трети против сноса. И когда говорят, что эстонский народ хотел, мы от имени эстонского народа, а что то, две трети это не народ что ли? Вот и вся демократия. А почему сейчас мы слышим, в частности опрос, что люди в общем были не против переноса, просто им не понравилось, как это было сделано? Такие были. И такие были. И Бронштейн предлагал нам, перенести памятник и прах, где находятся, кстати, памятники эсэсовцам, 20-й дивизии эсэс. Да. Можно? Да, конечно. Во-первых, известную, неприятную, но реалистичную фразу «people have it» никто не отменял. А во-вторых, хочу отметить, вот мало кто знает, захоронение и памятник, это были два разных муниципальных объекта. И поэтому на Курном Соле предлагалось и рассматривать вопрос о переносе и перезахоронении как раздельные вопросы. Потому что перезахоронение останков – это вопрос, скажем так, целесообразности, который тоже должен быть решен этически. Но памятник – тут принципиальный вопрос. Почему? Потому что это не намогильный памятник, это монумент памяти, который как символ должен стоять там, где должна почитаться память человека, память человека в общем, память тех людей, которые сражались против нацизма. Это памятник павшим во Второй мировой войне. Здесь вот упомянул Дмитрий, что там две трети был за и против. Я считаю, что над данными в 2017 году это не имеет никакого абсолютно значения. И все эти детали, связанные с тем, как именно там было, что сделано, какую дату и так далее, это тоже не имеет никакого значения. Памятник из охранения находится на военном кладбище, в достойном месте, которое доступно людям, и 9 мая приходит тысяча людей. Это самое важное. Еще более важнее этот урок, который мы оттуда извлекли, или же некоторые из нас не извлекли. Я считаю, что тематику Второй мировой войны в Истуне необходимо деполитизировать. Необходимо прекратить вокруг этого развивать различную демагогию и махать лозунгами. В конце концов, этот Иван, фигурально выражаясь, который был призван в Красную армию и который погиб, равнозначен тому Тарму, который был призван насильно, мобилизован в нацистскую армию и там же погиб. Будучи в этой армии. Разницы в человеческом плане нет никакой. И тем более, нет никакой разницы, как к этому должен относиться эстунец или русский. По-человечески. Вот у Дмитра Клинского находится сейчас на столе замечательная ленточка Георгий Скиночка. Как интеллигентный человек, он, разумеется, знает, что это принадлежит к высшей военной награде Российской империи, ордену Святого Георгия. Оттуда пошла эта цветовая комбинация. Время войны Сталин просто ее использовал для того, чтобы вдохновить людей. Вы это отлично понимаете. Вот эта ленточка, к сожалению, стала в Эстонии красной тряпкой для многих эстонцев. Воспринимается она подчас как протест. Это очень жалко. К сожалению, эта ленточка является примером того, как очень большие трагедии истории конкретно Великой Отечественной войны из нее просто изготовлен политический продукт. Очень печально. И, к сожалению, господин Креский к этому приложил свое время. По вашей логике я не могу даже по-русски говорить в Эстонии, потому что это может раздражать какой-нибудь... Сегодня, кстати, раздражали мы уже преувеличиваемся. Прямо сейчас мы с вами... А вы не преувеличили? Я просто напомню, сейчас мы говорим с вами по-русски. Кстати, кому вы обращались сейчас, что надо прекратить историческую дискуссию? Кому вы обращались? К правительству? К президенту? Я сказал, что историю нужно деполитизировать и обсуждать спокойно. Мы тоже были за это. Мы тоже были за это. Вначале вы сказали, что должны обсуждать историки. Нет. Люди должны обсуждать человеческую призму между собой. Это то, что тлеет под пеплом. Я бы хотел, чтобы полностью погасили. То есть спустя 10 лет ничего, по сути, не изменилось? С вашей точки зрения... Я думаю, что стоит мораторий на этой тематике в некотором смысле. Это, конечно, тоже позитивно, потому что мы больше не деремся на улицах, но сказать, что это решение о моратории в будущем нам послужит, я в этом не уверен. Кто этот мораторий вел? Никто его не вводил, но общество таким образом просто со временем успокоилось. Вы же заметили, что в конце концов эти беспорядки не переросли во всенародную стачку или же отделение кого-нибудь региона. Ну, после гестаповского расправы, естественно, на другом случае. Ну, вообще-то мне бы хотелось вернуться к теме нашей сегодняшней встречи. История вещь великая, о ней можно говорить долго. А я бы все-таки хотел вернуться к теме бронзовой ночи. И коль уж заговорили о негативных последствиях, о тех последствиях, связанных с погромами и прочее, прочее, то мне, как человеку, который очень много работал с этой тематикой, связанной с уголовными, административными делами, просто с людьми, которые пострадали от рук полицейских, от неизвестных лиц и так далее. То есть, мне очевидна одна простая вещь, что в данном случае попытаться объединить в одну проблему и погромы, которые были, и события непосредственно вокруг бронзового солдата, это значит обмануть себя и обмануть других, дабы создать некую общую картину, которая выглядела негативно в глазах. Зачем об этом говорить? Если даже хронологически посмотреть эти события, то еще не начались активные противостояния действия у бронзового солдата, когда уже гремели по первому магазину. Еще не начались. Если посмотреть по времени. Если посмотреть по категориям, то основная масса, как бы это не прискорбно сообщить, проработавшая по магазинам, торговым точкам, это граждане Эстонии. Это не те. Это сложилось стихийно? Или как вы считаете, кто-то за этим стоял? На этот вопрос ответил суд. Однозначно ответил суд, что это было стихийно. Суд первой, второй и третьей инстанции. Это не обсуждаемо уже. То есть об этом можно говорить, но не обсуждать. То есть это совершенно разные события, произошедшие в связи с общей картиной ситуации сложившейся, но нечистые, нечестные и иные лица под шумок использовали этот момент. Вы, ребята, свою там отстаиваете, молодцы, пусть там с вами полиция занимается, а мы в это время пройдемся по банкам, магазинам и торговым точкам. Так и произошло. То есть это немножко разные вещи, хотя и произошли рядом и в одно примерно время. А я бы возразил. И если это разделить, если это разделить, то возникает тогда куча других вопросов. А почему мы все время говорим об одном и том же событии в комплексе? Только потому, что это очень удобно. Потому что создается впечатление, что те люди, которые пришли к памятнику с цветами, случайно совершенно, что они постояли, потолкались с полицейскими и со злости пошли громить город. Это не так было. А реально это было не так. Вот когда мы это разделим на разные части и посмотрим на личности, а кто же действительно, на видео это прекрасно видно, слава богу, его много, по материалам уголовных дел, да, это уже предметом было обсуждение и анализа различными структурами. И тогда четко видно, кто и что. Поэтому обвинять в таких негативных последствиях тех людей, которые в силу каких-то причин пришли к памятнику в тот день, в тот вечер, я бы не стал. Ну, мы погрома не обсуждали, вы затронули эту тему, и я, кстати, очень рад, что вы ее затронули. Очень интересно было узнать то, что вы сказали. Отец Игорь. Вот, насчет деполитизации хочу сказать, что именно этим мы и занимались на круглом столе. Цель была именно деполитизировать этот вопрос. К сожалению, государство, видимо, решило, что оно не заинтересовано в деполитизации. И поэтому демонстративно повело себя по отношению к людям, не только к тем, которые собрались, но к тем, которым не безразличны вопросы чести и достоинства. Оно себя повело с ними как с быдлом. Причем с быдлом политически окрашенным. Как с быдлом наследником оккупации и аномалией в Эстонии. То есть, напомнило, кто они есть. Указали место у Параш, извините. Так вот, это один момент. Второй. Кто сказал, что это памятник поставленный Ивану, а не Тармаму? Напомню, что позировал для него эстонец. В Таллинн входил эстонский стрелковый корпус. Это памятник в первую очередь эстонскому стрелковому корпусу и всем, кто воевал с нацизмом и против нацизма. Одни на стороне нацизма, разумеется, потому что, конечно, название обтекаемое, но подразумевается все-таки, что это те, кто боролся с фашистской коричневой чумой. Более того, потому этот памятник и надо было снести, ну, с точки зрения правителей тогдашних. Если я ошибаюсь, пусть они меня поправят, но именно потому, что этот памятник символизировал собою нераскрытый до конца смысл смысл братства по оружию, братства в борьбе против нацизма не только русских и эстонцев, но и вообще из тех народов, которые в этой борьбе участвовали. Этот символ не нужен, потому что надо определить, что эстонцы достойные эстонцы. Это только те, которые воевали вот по ту сторону, а те, которые по ту сторону воевали, ну, это так, случайно, ну, такая ошибка произошла. Разумение. Да, они, в общем-то, в итоге, вот, они оказались очень-то предателями, потому что на их плечах пришла сюда советская войска. Один момент. Скорбь. Вот что написано на лице этого славы. Не это религиозство победы. Его снести хотели в сталинское время именно потому, он был идеологически неудобен. Смерть Сталина помешала сносу памятника еще тогда. Почему? Потому что этот скорбящий солдат, чутких идеологов, навел нас на подозрение. А что он скорбит? О чем? А ему было о чем скорбеть? Потому что, мало того, что чистки, три чистки прошел эстонский корпус. В конце концов, многие закончили жизнь в норильских лагерях. Так он же понимает, что он принес на своих плечах сюда. А у него, может быть, брат погиб с противоположной стороны. Ему есть о чем скорбеть? Это не эстонский стрелковый корпус, это реальный корпус. Мы сейчас уходим в историю, оно понятно. Стрелковый корпус было то, что как раз, что надо. Я хочу, не то, что поспорить, Александр Николаевич правильно сказал, что суд установил так. Суд неуполновочен был по исковому заявлению выяснять истинных причин. Они рассмотрели обвинение в наш адрес. Вы имеете, я только один пример вам приведу. Площадь закрывается со всех сторон. Открывается выпуск только на улицу ты не смоги, в сторону кинотеатра «Космос». Низ туда. То есть, когда полиция начала выгонять людей с площади, поплыла вся эта людская масса поплыла в сторону «Космоса», где правильно, уже свирепствовали провокаторы, где уже поджигали магазин деревянный рядом, перевернули автомобиль, даже трамвай там взвинули. То есть, это было совершенно очевидно, санкционировано властями, специально, как вот для того, что и сказал Александр Николаевич. Но, вы обратите внимание, канал 2 показывал ночью, тогда я смотрел прямую трансляцию, там стоит эстонский парень у Яновской церкви и говорит «Куракусе полицион!» Где же полиция? Со всей Эстонии согнали полицию в Таллинн. И где же она была? А ее специально отдали наотку этим провокаторам и той массе, которая хлынула молодежь, которая инстинктивна, это закон и политология. Все знают, кто организует массовые беспрятки, знают эти правила, как вовлечь людей в молодежь. Ответьте мне на такой вопрос. Вот русскоязычное население, особенно те, кто были против переноса солдатам, они понимали причину, почему многие эстонцы действительно были бы рады переносу солдатам? Я вам сказал, какой процент был против. 38% таллинских эстонцев было только против, а остальные... Я сейчас про русских. Русские понимают, почему многие эстонцы хотели переноса этого памятника. Получается, по процентам немногие. Хорошо. Тогда вопрос надо задать так. Это не совсем... Понимали или нет? Хорошо. Понимали или нет? Ну, все мнения без урода. Я просто вам скажу... Вопрос очень сильно. Я очень понял этот комментарий. Одну такую вещь. Разумеется, к счастью и к сожалению, я не знаю, но, скорее всего, большинство эстонцев консилий, конечно, было за перенос этого памятника на кладбище. Только что сказали, доказали. Это объективно выражалось в общественных настроениях. Это объективно выражалось на выборах в 2007 году, когда партии, которые пообещали перенос памятника и начали инициировать законы, позволят, получили большинство в парламенте. Это номер один. Номер два. Нужно понимать, что эстонский народ прошел через очень сложную историю. Что у него отняли государство в 1940 году, это очевидно. Что потом это государство было восстановлено в 1991 году, это очевидно. И когда красный флаг... Бедные те, бедные те, понятно, пострадали все народы во Второй мировой войне. В 200 метрах парламента начинают экспонировать около этого солдата. Это начинает людей очень оскорблять. Скажите, я вопрос вам задам. Дмитрий, я задам вопрос. Дмитрий, я задам вопрос. Дмитрий, имела молодежь, тогда 10 лет назад, жившая в Таллине, к событиям немецкого господства, шведского господства, датского господства, унижения эстонцев. Дмитрий, пожалуй, что мы виноваты. У меня очень важный вопрос. На него еще почему-то никто не ответил. Вы все говорите, вот там бедные, тут все бедные. Мировая война, она принесла, к сожалению, в каждый дом беду и горе. У меня конкретный вопрос. Русские понимали, почему эстонцы, большинство, меньшинство, не важно, хотели переноса этого памятника? Я считаю, что понимали. Я вам скажу, даже на чем в дозоре понимали. Что они понимали? Как они понимали? Они понимали, что у эстонцев есть своя правда. Какая правда? Эта правда заключалась в том, что они оказались между двух огнями. Это эстонцы часто говорят. Между Западом и Востоком. И у них всегда выбор или свалиться в одну сторону, или свалиться в другую сторону. Маленькая нация. Это же совершенно очевидно. А что ей делать? Она же не способна физически себя защитить. Поэтому она должна кому-то сдаться. И русские у нас на чем в дозоре понимали это. И мы предложили на теннис-маге поставить рядом того самого немецкого автоматчика с этим эстонца рядом. А между ними поставить мать, которая развела бы руками и сказала, ребята, что вы и дотворили? Или эстонец может понять по-своему, ребята, что с вами сделали? Так почему? Нам сказали, идите вы за своим предложением куда подальше. Вот такой весь диалог, вот весь разговор. Это что, не примиренческая позиция ночного дозора? Никого не интересовала? Именно то, что это было инспирирование беспорядки. Кстати, это была прелюдия одесских событий. Если вы посмотрите, проанализируете, есть аналогия. Но Антип тоже проводил такой параллель. Это было специально сделано для того, чтобы, первое, чтобы реформисты отобрали голоса у националистов, ИРЛ, и второе, как вот правильно сказал мой сосед, отец Игорь, он сказал правильно, русским просто указали на место. И когда говорят учите эстонский язык, я еще помню директора русского театра бывшего Ильина, который сказал в 90-е годы, да вы не хотите, чтобы мы владели эстонским языком? Дмитрий, сколько процентов людей русских и русских языческих работают в министерстве? Сколько? Полтора процента. А теперь давайте, я вижу, что очень много рук в публике, обязательно дам по возможности всем слово, но сейчас давайте дадим слово историку и социологу, как они воспринимают события десятилетней давности и что они думают по этому поводу. Страх и ненависть в Таллине, бои с полицией, аресты, грабежи, драки. Ту ночь вспоминают очень по-разному. Для одних это была красивая, овеянная героическим дымом попытка спасти святыню, дорогой кусочек своего прошлого. Другие рассказывают о взломанных кассах, мародерах и реках украденного алкоголя. Третьи о никому неизвестных людях, подвозивших на тыни с мяги камни и бутылки с зажигательной смесью. Эмоции зашкаливали, а слова «наши» и «фашисты» звучали и за тысячу километров отсюда, в Москве. Эстонское посольство в осаде прокремлевских организаций и диалог с нашими дипломатами им не нужен, как не нужны и объяснения силовиков. Достаточно единственного факта. На улицах Таллина погиб Дмитрий Ганин, гражданин России. Большое видится на расстоянии. Спустя 10 лет историк Давид Всевьев делает вывод. У сторонников переноса памятника и захороненных под ним останков советских солдат, как и у противников этого была, как ни парадоксально, общая и очень понятная цель. Я думаю, что и те люди, которые стояли и защищали свое мнение, памятники, те, которые хотели его отнести, они хотят от будущего для своих детей и внуков того же самого. Мира, спокойствия, нормальной жизни. Поэтому это платформа для соглашения. Многие вопросы истории надо оставить в стороне для историков. вопрос в другом, вопрос, как мы будем это событие помнить. Мы будем помнить эмоционально или мы это будем вспоминать спокойно, именно думая о будущем. Вот точно так же, как люди думают в Западной Европе о событиях Первой мировой войны. Ведь никто не вспоминает эти события истерически, а мы видим в каком-то варианте события Второй мировой войны, где-то как-то стараются использовать в каком-то таком истерическом варианте. Я бы даже не побоялся использовать вот это слово. После ночи погромов в жаркие схватки вступили прокуроры и адвокаты. Первые обязаны были видеть в каждом арестованном преступника, а вторые старались доказать, не всех полиция схватила за дело. Государство с трудом признавало ошибки, а оправдательный приговор бронзовой четверки вообще называли сенсацией. Но все мы знаем, осадок в сознании русской общины остался. И на вопрос, почему правительство хотело перенести памятник, до сих пор отвечают, хотели унизить русских. И если даже против переноса не возражают, то возмущаются тем, как это было сделано. И главная обида даже не в том, что в темноте, втихаря и перед 9 мая, а в том, что с нами не захотели по-человечески поговорить. Так бронзовая ночь затянулась на 10 лет. Если в текабре 2006 года доверие к парламенту и правительству было на равном уровне среди эстонских и русских респондентов, то после этого на половину падал среди русских. Пока было премьерминистром Ансип и президентом Ильвес, так что все русские люди вспомнили их роль в этих событиях, но сейчас уже новый президент, новый премьерминистр, и я думаю, и я думаю, что время тоже истекло, так что ситуация будет изменяться. Я недавно читал интервью с Антрусом Ансипом, где никакого знака такого раскаяния не было в его разговоре, он все делал правильно. Но моя точка зрения такова, что конечно уже вечер 26 апреля трудно было что-то изменить, но все, что вело к этому событию, я скажу, правительство как будто сознательно действовало, разжигая страсти и конфликты, а не то, что правительство должно делать, найти общее согласие, обеспечить связность в обществе. У нас есть несколько комментариев публики, представьте, пожалуйста. Меня зовут Евгений, добрый вечер всем. Я хотел бы прокомментировать тут фразу, оброненную господином Метливым. Может быть, это покажется собравшимся здесь странным немножко, но я, пожалуй, с ним соглашусь в той части, где он говорил о том, что эти события могут повториться и еще. А повториться они могут очевидно вот по какой причине. всем нам известно, что следствие предполагало, что организаторами всех этих событий являются активисты ночного дозора. Нам также всем известно, что они все были оправданы. Таким образом, вопрос о том, кто же является организатором этих событий, остается открытым. И кто все это организовал, и кто являлся провокатором. А поскольку настоящие организаторы этих событий не названы, это означает только одно, что они могут повториться. Как-то прокомментируете, Александр, нет? Я могу только лишь отреагировать на ваш вопрос следующим образом, что до тех пор, пока не будет всем известно лицо виновного в этих событиях, которое спровоцировало это событие своими действиями, которое способствовало совершению всего того ужаса, что произошло, пока это лицо не будет наказано. Я не говорю об уголовном или ином наказании. Есть и наказание более серьезное. До тех пор действительно угроза повторения таких событий возможна. Потому что принцип неотвратимости наказаний это один из основных принципов, способствующих тому, чтобы в государстве было тихо, спокойно и надежно. У меня лишь один вопрос. Вы говорили не про Яка Аликса? Нет, я говорил про господина Ансипа. А у нас на связи как раз-таки Як Аликса, экс-министр обороны, который в том числе отвечал за демонтаж памятника 10 лет назад. Господин Аликса, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот тут мы обсуждаем, что такие события могут повториться. Вы как считаете? Есть ли предпосылки отношениях международных и внутри Эстонии? Так что я очень надеюсь, что такое не повторится. Хотя для того, чтобы избежать таких конфронтаций, надо серьезно работать. сейчас Юхан Киверях социолог говорил о том, что после переноса солдата русские потеряли доверие к парламенту и правительству. Вы, конечно, не могли не учитывать этого факта, когда принимали важное решение. То есть, я так понимаю, что это не было важным фактором при принятии решения, что доверие упадет. Я не согласен с таким выводом, что доверие из-за перенесения памятника и книжки. Оно упало из-за чего тогда? Если не из-за памятника, то из-за чего тогда доверие упало? Ну, скажем так, я не знаю, доверие упало или не упало. Упало, это факт. Это социологи сочетают разные опросы и выводы, которые делают это на их совесть. Я думаю, что в Эстонии в этом году перед 9 мая ситуация более спокойная, нежели 10 лет назад. Тогда накажение в воздухе было существенно больше. В этом плане я думаю, что решение принято 10 лет назад способствовало тому, что такие накажения, какие были 10 лет назад, сегодня в обществе нет. Хотя не хочу утверждать, что проблем вообще нет. Конечно, есть, есть у нас серьезные проблемы, есть политические, но, скорее всего, все-таки экономические и такие проблемы общие для эстонских, эстоноизвечных и русскоизвечных насилия. Не считаете ли вы, что вы упомянули экономические проблемы, что эти проблемы отчасти связаны и как раз-таки с событиями 10-летней давности? Ну, на самом деле ситуация экономической и социальной расходе изменилась не в 2007 году, а скорее два года позже. в 2009-2010 году, когда экономический спад, переструктуризация экономики привело к тому, что очень многие рабочие места, которые были старого как бы старого порядка. То есть вы не видите параллель экономической ситуации? В большинстве традиционных отраслях, где очень много было рабочих происхождений. Господин Аликс, сегодня я читал одно интервью господина Ансипа, и он там цитирую, сказал следующее. По дороге в центр города позвонил министру оборону Яку Аликса, который отвечал за демонтаж бронзового солдата. Скажем так, излишней большой инициативы от него не исходило. Почему? Так ли это было? Я думаю, что это интерпретация косвенная или через какое-то интервью делали в демонтаже памятника. Никто не хотел демонтировать памятник за несколько часов. Были подготовительные работы. Начали 26 апреля и по идее когда до сих обстоятельств был план перенести этот памятник вместе с загровенными солдатами где-то летом. Значит, времени было много по начальному фазу. То, что произошло ночью 26-го, это, конечно, привело к решению радикальному, я думаю, это было единственное возможное решение ночью 26-го апреля. Произошло. Вы в одном интервью 2013-го года сказали, что все-таки, наверное, поспешили. Я хочу спросить, вы сожалеете о каких-то принятых решениях и действиях, сделанных в ту ночь вами? Что бы сделали иначе? В ту ночь я думаю, что каких-то потранок принципиальных я не вижу. Виталия все может сделать. То, что было связано с коммуникацией до вашего 6-го, то, чтобы подготовить скажем, население в первую очередь русскоязычное усиление, к планам правительства, с какими темпами. Это можно обсуждать, и я понимаю тех, которые говорят, что до них эта информация не дошла, что ни правительства, ни министерства не сделала возможно, для того, чтобы превратить такую реакцию. Можно вопрос? Очень многие считали, что это внезапно произошло, хотя планы мы объявили, хотя конкретную дату мы объявить не смогли, потому что были связаны с этим провокацией, которые спонировались уже долго, долго за эти события 30 лет назад. Последний вопрос у меня. События десятилетней давности использовались политиками в политических целях? Да, конечно, политики всегда используют все события в своих политических целях, хотя, к сожалению, основная конфронтация это не была партнер политическая внутри Эстонии, это статистическое противостояние между Эстонией и другими бывшими советскими социалистами и центральной властью в Москве в Крымне. Хорошо, спасибо большое господин Аликса, что нашли возможность выйти с нами на прямую телефонную связь. Я знаю, что наверняка у вас есть много... Вы заметили, что он про экономический вопрос сказал? Положение безработицы, надо прямо говорить, речь идет об дискриминации. И, кстати, господин Метлим сейчас когда говорил, что вот почему русские не могут понять историю Эстонии? Вы меня видите, я гражданин правоприемленной Эстонской Республики. А почему меня не хочет понять Эстонская Республика? Сразу видно, что в этом ваша позиция сторонника дискриминации существует. Вы считаете, что на основании исторического я должен я должен ходить на полусогнутых... Дмитрий, вы понимаете, что и ваша позиция отчасти тоже мешает договориться, правильно ведь? Я вам только привел пример, что мы предлагали. Предлагали создать совместный памятник. Да, Александр. Ну, я честно только могу так штрихом высказаться по поводу того, что я услышал. Честно скажу, мне стыдно слышать то, что я слышал от человека, который занимал тогда и занимает сейчас такую должность. Мне стыдно. У меня к вам, Александр, есть один такой интересный вопрос. 10 лет очень интересная дата. Дело в том, что дело по Дмитрию Ганину, так как по истечению срока через 10 лет в Эстонии это можно будет, если оно будет закрыто, может быть открыто, так сказать, для публики. И я знаю, вы говорили, не спрашивайте мне, откуда я это знаю, вы говорили о том, что если это дело действительно будет открыто, то тогда оно прольет свет на многие интересные вещи. Ну, одну из таких вещей я могу сейчас обозначить, она сегодня была, прозвучала в нашей передаче, это факт того, что Ночной Дозор не готовил это мероприятие никоим образом, установлен судом и доказом. Все оправданы. Оправданы, слава Богу. Возникает вопрос, если Ночной Дозор это не готовил и, может быть, не готовило государство, то откуда в самый жаркий момент появилось большое количество, в том числе в эпизоде с Ганином, бутылок с зажигательной смесью? Причем ни одна, ни две, ни три. Откуда? Мешок с камнями. Вот представьте себе сегодня, задайте себе целью найти 40 бутылок, наполнить их жидкостью, заткнуть, своркнуть фитиль и куда-то переместить. То есть, это настолько очевидно, что это было подготовлено. Так вот, в эпизоде с Ганином, в эпизоде с Ганином, как раз, суд установил, что стихийно. Люди собрались стихийно, а вот кто спровоцировал беспорядки, а этот вопрос сегодня, к сожалению, не ясен. И если вы спросили о Ганине, то как раз в том эпизоде его эта бутылка с зажигательной смесью и фигурирует. Но опять, если взять по временным, когда беда произошла с ним, когда начались события активные у бронзовых солдат, и посмотреть по расстоянию, то возникает вопрос, каким образом эти бутылки пошли в действие, появились вдруг в горячей точке. А это как-нибудь связано с тем, что вы недавно сказали, что Россия использует гибель молодого человека в политических целях. Я это сказал как раз в том же контексте, что я сейчас, наверное, сказал Алексу. То есть, политики всегда используют. И это в определенной части нормально. В определенной части. Другое дело, что когда мы говорим о случае, происшедшем с гражданином Российской Федерации Ганиным, то здесь мы имеем факт, точное обстоятельство которого знает только следователь и прокурор. И когда делаются всевозможные заявления, иногда юридически не очень корректно составленные, это бросается в глаза. В частности, было как раз из Ганиным сделано заявление, в котором написано было полное, ну не суразица, мягко скажем. И я считаю, что вот такие вещи делать нельзя, нежелательно, потому что такие необдуманные вещи провоцируют людей на то, чтобы они воспринимали эту реакцию. А реакция, по сути, ничего плохого не носит, потому что любое государство, гражданин, который погиб, неважно по какой причине, должно проявить интерес и определенную заинтересованность. Другое дело, что не произошло за 10 лет объединения усилий в раскрытии этого преступления, это, к сожалению, имеет место быть. Коротко, возвращаясь к бутылкам зажигательной смеси, у вас есть предположение, кто это организовал? Ситуация такая, что если это не организовали, а это не организовали ночной дозор, то это организовала иная заинтересованная в этом организация. А вам не кажется, что нам нужно не тратить дорогое эфирное время на то, чтобы выращить прошлое и искать, кто виноват, кто не виноват? Нам сейчас, по истечению 10 лет, нужно четко определить, что нам не нужно делать для того, чтобы предотвратить эту ситуацию в будущем. У вас есть ответ на этот вопрос? Вот знаете что, я, честно говоря, согласна самым молодым ораторам. Я считаю, что история, эта тема такая очень острая, как для эстонцев, так и для русских. И нам, пока мы не можем прийти к какому-то компромиссу, нужно перестать обсуждать эти темы, потому что мы не пойдем, не скажем, что да, хорошо, вы были правы. Они не пойдут и не скажут, да, хорошо, вы были правы. Нам нужно быть более толерантными. Это же и есть Европа. Мы же все... Вы глубоко заблуждаетесь по одной простой причине, что до тех пор, пока не поставлена окончательная точка и не установлена, кто виноват, почему, и кто за это должен быть наказан, пока не установлена. Забыть об этом, отложить в ящик нельзя, потому что ровно через 10 лет появится иной молодой человек, который это, иной девушке преподнесет так, как он это захочет. Точно так, как сегодня говорят о войнах погибших, называли их, захороненный ханцеп называл и мародерами, и кем он только их-то называл. И все это проглотили. Вот для того, чтобы это не произошло, необходимо установить факт, закрепить его фактически и перейти к следующему этапу нашей жизни. Как его закрепить? Вы понимаете, что история трактуется по-разному, абсолютно по-разному. 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 А вы, мать, понимаете, что вы говорите? А при чем? Дмитрий, можно я скажу? Дмитрий, можно я скажу? Вы были в роли матери Ганина? Я хотел посмотреть. Вот нам и нужно прийти к такому, чтобы таких случайных жертв больше не произошло. Нам нужно придумать какой-то вариант, чтобы такой ситуации больше не было. Мы сейчас не сможем. Надо тогда выяснить, почему эта жертва стала возможной и исключить эти обстоятельства. На сегодняшний день это не установлено. Поэтому до тех пор, пока не установлено, нельзя исключить. Как сказал Давид Сеевев, к сожалению, мы пока еще к этому вопросу подходим очень эмоционально и не хотим даже здесь в студии друг друга слушать. Сергей, вам слово. Я как по образованию отлично понимаю, что вы говорите. На самом деле, это, возможно, тоже имеет большое значение. Но в конечном счете для развития нашего общества, для его спокойного развития это не имеет такого большого значения. Очень согласен с тем, что сказала госпожа молодая о том, что мы должны, в принципе, подойти к компромиссу. Этот компромисс это человеческое восприятие истории. Я вам нарисую одну картинку. Вы, наверное, помните, как выглядит военная кладбище на улице Фильтри. Там находятся бронезы солдаты и советские захоронения. С одной стороны, что находится с другой стороны? С другой стороны, находится памятник погибшим воинам в освободительной войне, которая была с 18 по 20 год между молодой Эстонской республикой и Советской России. И там эстонские захоронения. На одной территории, в одной земле визуально просматриваются эти могилы. Это место является выражением того, к чему мы должны стремиться. И вот этот постоянно ожесточенный использованный слов, я очень извиняюсь, вот уважаемый свершеннослужитель упомянул вот такое вот выражение, показали русские места у Параши. Пожалуйста, давайте не будем на телевидении так выражаться. А выражаться нельзя, а иметь можно. Есть комментарий, пожалуйста. Сейчас много всякой риторики, а мы говорим, какие результаты, да? И русские люди сделали для себя результат, что родина ихняя, вот эта, она их не принимает. Что она, интеграция есть, но интеграция может быть не в центре, а где-то на окраине города. На сегодняшний день вы считаете, что-то изменилось? Ничего не изменилось. А можно ли от перестановки ничего не изменилось? Есть кто-то в публике, кто считает, что все-таки эти события как-то поменяли? К публике и к экспертам. У меня есть вопрос, можно ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста. Мне кажется, что пришло какое-то понимание того, что все доверять политикам нельзя. Вот эта роль гражданского общества, то, что мы все-таки тоже часть процесса, причем часть более важная, на самом деле, чем те же самые министры, которые являются слугами народа, что мы просто не должны отдавать все, отдавать им на откуп, а должны тоже активно участвовать в этом и давать обратную связь. Даже если они сами не готовы, если власть не готова с нами разговаривать, мы должны, тем не менее, грамотно с ней... Как-то события десятилетней давности на сегодняшнюю жизнь повлияли позитивно? Есть какие-то... Мне кажется, мы все-таки стали немножко умнее. И, в принципе, это отношение не только к русским, это отношение и власти, в том числе и к эстонцам, и также отношение, в принципе, между властью и между населением, между гражданским обществом. Очень коротко, я скажу. Я согласен с Евгением, что действительно люди стали умнее, люди научились говорить то, что нужно говорить, и не говорить то, что неполитично, некорректно. Это один момент, и это десятилетняя, так сказать, наука, она продолжает развиваться. Но я хотел вопрос задать всей студии, и в частности, экспертам, в том числе, вот 10 лет спустя тема передачи, выиграла Эстония от этого? Выиграли ли эстонские люди от этих событий? Что Эстония приобрела за 10 лет? Стала ли жизнь людей лучше? Стало ли эстонское общество более сомидарным? Коротко, да. Эстония празднует уже много лет Юрьеву ночь. Это крестьянская война. Чувствую, это будет не коротко. Нет, 14 века. Стоит памятник установлен на выезде Сталина, Глашуна. Значит, память народе это почти 700 лет. Почему вы хотите заставить, чтобы мы забыли, что сделали с нами? Равноправными гражданами Эстонской республики. Это не ответ на вопрос, да. Да, подождите. Вы, все-таки, да, уходите от вопросов. Это, они боролись с угнетателями немецкими и датскими. А что произошло в бронзовой ночь? Это антипод Юрьевой ночи. Это позор эстонской истории. Подождите. Дмитрий, нет, не подождите. Дмитрий, вы подождите. Вы не отвечаете на вопрос. Вы расправились с теми, которых угнетают, а не тех, которые их угнетают. Дмитрий, сейчас вы проявляете неуважение к человеку, который задает вопрос, вы не ответили на вопрос. У меня последний вопрос, потому что, к сожалению, время в эфире уже подошло к завершению. Я не могу ответить на его вопрос. С удовольствием. Коротко. Одну фразу, пожалуйста. Одну фразу. Я приехал в Эстонию в силу обстоятельств много лет назад, я приехал в другую Эстонию. Вот в эту бы Эстонию я не поехал. То есть сейчас, в 2017 году, вы бы... У меня короткий вопрос, последний. И по возможности коротко ответить, хотя, может быть, это будет сложно, но тем не менее, я попрошу вас. Вы бы хотели, чтобы бронзовые солдат сегодня стоял на тыне смене. У этого вопроса у меня есть свое мнение. Естественно, я ваше мнение не спрашиваю. Вопрос там, где стоит тот или иной памятник, это вопрос государства. Вопрос уважения к этому памятнику, это вопрос уже народа. Вы считаете, это уважение со стороны не государства, а народа? Я считаю, что... Моя точка зрения, что сам факт переноса, сам факт переноса, меня не очень сильно, скажем так, задел. А вот как это было сделано, это было сделано не по-человечески. Сергей? Я считаю, что, опять-таки, это не имеет практически никакого значения. Гадать там, стоял, не стоял. В конце концов, мы имеем ситуацию, где он стоит на правильном, солидном месте среди захоронений. Понятно. Точка. Где ты говоришь? Разумеется, я считаю, что он должен был оставаться на том же месте. Другое дело, что на почве той напряженности, которая вызвала проблема этого памятника, можно было развернуть очень конструктивную дискуссию и деполитизировать этот вопрос. И можно буквально пару слов. Когда человек чего-то не знает, это неведение. Когда человек отказывается от знания и понимания, в том числе исторические вопросы, исторических проблем, это невежество. И это невежество чревато тем, что проблема не решается. Дмитрий, 30 секунд. Это, к сожалению, эфирное время. Я вам 10 скажу. Я считаю, что памятник будет там установлен, но только после того, когда эстонское государство повзрослеет, когда прекратится дискриминация, когда будет не только... Сейчас и равноправия-то нет. Когда будет равенство всех жителей Эстонии. Вот тогда это станет возможным, и это сделает само эстонское государство. Спасибо большое. Вот на такой ноте мы и закончим сегодняшний эфир. Присоединяйтесь к нам в Фейсбуке, найти нас там легко. Время решать. Оставляйте свои комментарии, предлагайте темы для дискуссий. Ну а через неделю, 3 мая, в программе «Время решать» мы будем говорить о зарплатах, безработице и профсоюзах. На этом все. Всего доброго. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...